Настоящие мужчины Настоящие мужчины Настоящие мужчины Настоящие мужчины Настоящие мужчины Игорь упал, и меня просто перехватило дух, страх охватил. Он упал на асфальт, ну, то есть не на маты. Было страшно, но, в принципе, эмоции всегда все позитивные на баттлах. Это даже не скажу, что это соревнования, это просто туса. Это наш такой коллектив, наше времяпровождение, то, как мы любим отдыхать и проводить наше время свободное, поэтому было очень классно и позитивно. Саша, у тебя какие эмоции были от этого чемпионата? Самые положительные. Мне посчастливилось занять второе место. Да, я проиграл только в финале. Мне еще повезло, потому что я на своем пути до полуфинала не баттлил со своими друзьями. Там были ребята с Николайской области, но я с ними плохо знаком, и поэтому я особо не переживал. Но потом я встретился с Леоней в полуфинале. И это было очень-очень сложно, много эмоций, впечатлений. Ты больше переживаешь за него, да, чем за себя, наверное. Ну, в общем, за... Больше за друга переживаешь. Да, да, да. В общем, за весь баттл. То есть ты немножко себя некорректно чувствуешь, потому что тебе надо победить вроде бы, но это будет... Ну, тем более, кто бы не побеждал, все равно радуемся все вместе. И получилось так, что нам дали по две минуты, мы выступили, и никто не мог определиться, кто выиграл. Судя такие, ну, еще по минутке. Мы уже устали, еще по минутке баттлили. То есть было очень сложно. Это большая семья, я так понимаю. Да, я так хотела сказать, это настоящая мужская дружба, но то, что женская, да, Лера? Так, совершенно. Ребят, вот лето только-только закончилось, многие уже где-то отдыхали, загорали. Да, как прошло ваше лето? Давай ты у меня вообще-то. Расстроился сразу, я вижу. Ну, скажу так, это было лучшее лето, которое я когда-либо проводил, потому что очень-очень-очень много времени с командой, постоянно путешествия, поездки. Это было просто незабываемо. А меняется ли режим тренировок в летний сезон у вас? Да, не зависит от сезона, просто режим тренировок меняется индивидуально. Это хоть и командные тренировки, они идут по какому-то графику, да, но часто, то есть мы тренируемся индивидуально. Каждый сам поднимает свой скилл на определенный уровень индивидуально. Ну, свой уровень, да. Ну, понятно, level up. Кто-то сбивает свой режим, кто-то четко идет по режиму. Это все индивидуально. То есть сам себе определяет, да? Да, кто как хочет, да. Это постоянно независимость от времени года, да? Постоянно, да, вне зависимости от зимы это или лета. Ну, летом же больше как бы времени для, наверное, тренировок. Многие, кто учится, да? Многие студенты, наверное. У нас просто такой образ жизни, что да, мы хоть и студенты, но вечер же свободный, и практически все работают в зале тренерами. Поэтому ты и во время своей тренировки тренируешься, и когда ты ведешь группу или персоналки, ты стараешься как-то уделить хотя бы минимальное время для растяжки. Ну, просто это же образ жизни. То есть ты все время тренируешься. В зале в втором дом, да? Да, ты можешь утром проснуться и начать тренироваться или растягиваться, потому что, ну, вот это твой образ жизни и все. Здорово. А вот какие у вас планы на осень? Где будете участвовать, рассказывайте? Ну, эта осень, я думаю, будет поярче, чем любой период этого года. Такое завершение будет перед зимой. Зимой, скорее всего, наверное, отдых уже. А эта осень – это самое важное событие для нашей команды. И в мире воркаута – это тоже самое важное событие. Мы надеемся, что пройдем в отборе на чемпионат мира командный, на который мы пришли в том году и заняли четвертое место. В этом году все гораздо сложнее, так как тот был первый чемпионат мира команды, сейчас он уже второй раз, и заявок гораздо больше. Из Украины только те команды, которые мы знаем, то есть три команды подала заявку из Украины. Раньше со всего мира было заявок где-то 20-30, а сейчас только с Украины три, со всего мира нам было более 40 заявок от разных команд, которые очень сильные, условия изменились, и, короче, требования тоже очень жесткие. Готовитесь вы, наверное, тоже шоуще. Готовимся, соответственно, да. Очень сложно, но я думаю, у нас все получится. Ну и плюс есть масса других поездок, я думаю, будут некие региональные, там областные чемпионаты, на которые нас обязательно позовут, наши друзья из других городов Украины. Возможно, что-то во Львове будет проходить, возможно, что-то в Харькове. Мы этим летом были во многих городах Украины, и очень хорошо проводили там время, выходные свои, когда выступали. Выступали команды, соревновались. Родион из команды наш занял первое место в Харькове, победил на баттле. Ну и все, то есть было очень много событий всяких, все не вспомнишь. Еще этой осенью в октябре, в конце 22-го числа, чемпионат мира в Дубае. Это индивидуальные баттлы. Возможно, кто-то из нашей команды, пока не скажем кто, наверное, поедет представлять Украину на этих баттлах. Ну это прям здорово, так в Дубай поехать. Саша, мы знаем, что вы еще планируете выступать на День города. Что это будет за выступление? Мы будем показывать наше новое шоу, которое мы вот недавно поставили вместе с фристайлом, где каждый будет показывать свои навыки, что он научился, что он умеет. Я так понимаю, это будет на центральной площади, да? Да. Здорово. Ребята, расскажите вообще свою историю, как вы пришли в этот вид спорта. Давай, Леня, с тебя начнем. Ну мы свежие с Саньком, Саня самый свежий. Еще свежая рыбешка. Да, еще. Ну я уже как бы давненько, так сказать, уже вот сейчас придет октябрь, будет, нет, ноябрь, будет ровно три года, как я занимаюсь с командой, как я вот стал на этот путь и все, не шагу назад. А Саша довольно-таки недавно, я думаю, он сейчас расскажет. Ну и так получилось, что вот три года уже, и вот мне вот сейчас Саше чуть легче дается динамика, мне чуть легче силовые элементы, и понимаешь, что... Да, свои какие-то, да, вот, фишечки, как это называется. И знаете, вот понимаешь, что, типа, ты уже три года в этом спорте, и тебе уже 21 год скоро будет, и тебе надо либо добраться быстро к этой вершине и уйти по-тихому, ну, то есть бросать не получается, так как человек целеустремленный, тебе надо добивать. И ты как-то с фанатизмом начинаешь к этому относиться, и все, и ты полностью в этом. Я даже не знаю, когда я с этого спорта уйду, и уйду ли вообще. То есть вижу, что есть ребята, которые добились каких-то результатов, и они в 30 лет просто показывают очень крутые выступления, перфоменсы, и они судят чемпионаты, они уходят в фитнес больше. То есть спорт, он поглощает тебя полностью, и все. То есть это вид спорта, в котором есть действительно куда расти, и к чему стремиться. Саша, твоя история? Ну, в воркауте, в команде я не так давно. Всего воркаутом я занимаюсь месяцев 9, в команде я где-то месяцев 8-7, где-то так. И уже второе место на чемпионате? Да, в области занял второе место. Промчитер просто. Ну, мне помогло очень, очень помогло то, что я очень долго занимался трекингом, паркуром, и мне легко дается динамика. То есть динамические элементы на турниках, я комбинирую это все с сальтами, с акробатиками, с вращениями разными. Поэтому динамика мне проще дается. Ну, я думаю, это мне очень-очень помогло, занять второе место. Вот так вот. Ну, я на массе просто. Здорово. Ну, это на самом деле очень классно. Я думаю, что мы еще не раз увидимся с вами у нас в студии, где-то на выездных сюжетах. Будем следить за вашим, можно сказать, творчеством. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. До новых встреч, друзья. Ну, а мы продолжим. Вместе 512. Залишайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok